Друзья, добрый день! Вы на канале Аланья Жизнь Без Купюр. Сегодня у нас такое интересное видео, это месячный бюджет на проживание в Турции 2021 год. Сегодня декабрь, мы записываем это видео буквально последние две недели. Здесь все штормит, а именно лира турецкая проседает, цены глобально растут. Но, тем не менее, мы месячный месяц, да, наверное? Нет, два месяца. Два месяца я ввела запись, как это я делала раньше традиционно, всех наших расходов и вывела среднее по статьям расходов на проживание семьи из двух человек, двух котов и одной собачки. А если вы помните, у нас было предыдущее видео, кто не видел, посмотрите. Ссылочка здесь, ребят. Да, это было полтора, да, полтора года назад. Также был месячный бюджет нами подсчитан. Год назад. Ну, весной. Ну, весной. Начнем? Да, не так все плохо, на самом деле, друзья, да, если мы получаем или доход, или какую-то ренту в евро, то на самом деле по отношению к лире, да, и совсем, в принципе, все так и печально. Ну, давайте остановимся на... Ну, давайте по порядку, да, а потом мы сделаем некоторые выводы, подведем итоги, окей? 6, курс доллара 16,39, а курс рубля 4,59. 4,59, да, то есть взяли калькулятор, в принципе, можете кому угодно, в какой валюте считать, взяли калькулятор и считаем. Опять же, друзья, мы говорим о нашем бюджете. Многие пишут, а сколько нужно на бюджет, а сколько вы тратите, сколько 5,60? Мы не знаем, сколько вы тратите, мы знаем, сколько мы тратим, и мы хотим с вами поделиться. Мы, в принципе, у нас достаточно скромные запросы, да, мы... Да, да, да. Особо в ресторанах мы не посещаем, так, ну, в офисе, конечно, позвоняем, какие-то радости. Ну, иногда это не надо. Например, год назад, даже чуть больше, чем год назад. И теперешний момент. На питание. На питание в прошлом году ушло у нас на семью 1075 турецких лир, в этом году 1730. Кушать мы больше не стали, это однозначно. Так, коммунальные платежи – это электроэнергия и вода. У нас ушло примерно в прошлом году 500 лир, а в этом году, значит, усредненно от 330 до 650. Это как раз вот в разные сезоны, я думаю, в среднем это также и получается 500 лир. Мобильная связь и интернет. В прошлом году 87 лир мы тратили, в этом году 205 лир. Медицинская страховка. У нас она сильно изменилась, теперь у нас государственная страховка. Она стоит в этом году 1000 лир в месяц, сейчас уже, даже уже чуть больше 1000 лир. Даже полторы тысячи лир. Уже полторы, вот это рост, да, невероятно. И в прошлом году у нас была обычная коммерческая страховка, недорогая, и у нас в месяц получалось где-то 73 лиры, ну совсем копеечко. Друзья, это мы говорим именно об медицинской обязательной страховке, которую вы делаете, подавая документы на ВНЖ. Это то, которое дешевое, а вот то, что дорогая, это с ЭГК у нас государственная страховка. Дальше, у нас есть много видео, у нас есть такая статья расходов, это как софинансирование пенсии, то есть страхование собственной пенсии. В прошлом году был минимальный платеж, который был установлен, да, государственным банком в месяц, это было 270 лир. В этом году это уже от 330 лир. Ну, друзья, то есть, грубо говоря, если вы хотите делать себе, создать пенсионные какие-то накопления, есть определенные программы, да, они есть как в любом банке, как правило, в любом банке просто разные условия, так и также такие инструменты предлагают и страховые компании, например, Альянса Горта, да, можно зайти на сайт, либо с переводчиком, прийти в офисе, поговорить. Так, далее, позиция такая, я объединила хозяйственные товары, ну, это какие-то мелкие расходы по дому, гвоздики картину повесить, да, там полотенчики, прихваточки, значит, хозяйственные товары, бытовая химия, туда отношу всевозможные чистящие и моющие средства, и средства гигиены. Значит, в прошлом году это было 241 лир, в этом году 640 лир. Далее, лекарства и врачи. Не сказать, чтобы мы какие-то сильно болеющие, такого нет, но периодически что-то случается, там, какая-то простуда, насморк, может быть, и какие-то такие мелочи, там, ну, не знаю, да, ничего серьезного. Месячный расход этого года на лекарства и врачи 426 лир, месячный расход этой же позиции прошлого года 83 лир. Да, ой, у нас собачка начинает греметь. Так, парикмахеры, маникюр и так далее. Ну, женщины меня поняли. Значит, месячный расход прошлого года 80 лир, месячный расход в этом году 290 лир. Большая статья расходов у нас на домашних животных. Значит, в прошлый год это 308 лир в месяц. И, кстати, подсчет был, в тот момент у нас всего один кот был, кошечки еще не было, вот на одного кота 308 лир. А в этом году на животных мы тратим 598 лир в месяц. Друзья, я хочу ремарочку еще одну вести, что в прошлом году, когда мы снимали видео, это был, наверное, весна была, да? Да, это была весна. Это был февраль, март, наверное, был. Нет, потеплее было апрель, мне кажется. Конец марта, начало апреля. Друзья, мы снимали видео в апреле прошлого года. Еврок турецкий лир, турецкий лир и евро была 7,5. Ого! А нынче 18 с половиной. Да. Какие ваши ожидания, друзья, по-либою? Пожалуйста, комментариях, что мы ждем. Либо 20, либо все-таки мы скорректируем в сторону 15-12. Будет интересно. Да. Так, поскольку мы владеем авто, то у нас есть расходы. В этой позиции у нас бензин и осаго. Значит, в прошлом году 1100 в месяц у нас как-то так вышло. Ну, осаго платится раз в месяц, как раз у нас, видимо... Раз в год. Ой, раз в год, извините. Это как раз, видимо, был срок платежа. Ну, и в этом году я тоже включила сюда же и бензин, и вот годовую страховку. Это получилось 1245. Хочу сказать следующее, что страховка, она с каждым годом становится чуть дешевле. Если у вас безаварийная езда, беспроблемная, без штрафов. Но минимум есть. Минимум это, в этот раз мне сказали, 8 тысяч лир. Меньше быть, ну, никак уже не может. Ну, вот у нас снизилось. Далее. Ну, развлечения, такие как кафе, пикники, посиделки с друзьями. В прошлом году в месяц 245 лир, в этом году 562 лиры в месяц. Итак, друзья, основные позиции. Значит, смотрите, я, может, сюда не включала такие расходы, как путешествия, расходы на путешествия, расходы на одежду. Почему? Потому что у всех это настолько индивидуально, кто-то не путешествует совсем, да, у каждого разные запросы, опять же, в этих путешествиях, да, и также стоят дела с одеждой. Тут можно одеваться очень дешево, и здесь можно одеваться дорого, поверьте. Ну, как бы вот так. Это вот основные позиции, на что нужно рассчитывать, вот просто живя, а, в своем жилье. Да, друзья, это свое жилье. Да, без аренды. Итак, в этом году наш месячный бюджет на нашу семью составляет 7576 турецких лир. За аналогичный, примерно за аналогичный период прошлого года месячный бюджет наш составил 3872 лиры. Если пересчитать сумму прошлого года, по текущему курсу прошлого года в евро, то это, ну, примерно 516 евро. Если по текущему курсу этого дня, сегодняшнего, да, наш месячный бюджет этого месяца, этого года, то это примерно 409 евро. Друзья, отсюда возникает невероятный парадокс. Ну, я, может быть, не соглашусь по поводу парадокса, потому что мы считаем по 18,5, а завтра, по недельнику, он может быть и 14. И поэтому плюс-минус мы все равно скатимся где-то в 500 евро. То есть, в любом случае, бюджет на двух человек, проживая в своем жилье, да. Полноценно, полноценно живет, с животными полноценно, в принципе, ничего себе не отказывая, полноценно поживает, а где-то у вас будет 500 евро. Поэтому все разговоры о том, что поехать сюда здесь на пенсию, друзья, еще раз посмотрите, почему нельзя прожить на пенсию, мы выйдем. Она очень много просмотров набрала, мы еще год назад об этом рассказывали, чтобы не было ни у кого, дорогие наши, никаких иллюзий. Почему? Потому что я подозреваю, что, подозреваю, в любом случае, скоро у нас начнется большая миграция народов, люди из Алании будут переезжать в Мерсин. Почему? Потому что там цены на жилье пока дешевле, хотя тоже там рост на самом деле наблюдается. И если у вас небольшая пенсия, поэтому, друзья, к сожалению, к сожалению, очень сложно будет прожить на эти деньги. Ну, вы знаете, вот все-таки вернувшись к формированию цен, к текущей инфляции, к формированию цены и к тому пониманию, сколько же нужно здесь на проживание, я хочу все-таки сказать вот что. Многие сейчас очень много об этом говорится, многие блогеры снимают, что ужасно здесь все дорожает. Все дорожает, дорожает. В связи с тем, что вот случился такой обвал лиры, поставщики услуг и продавцы товаров повышают свои цены, и многие вот так кричат, караул, как же дальше жить? Друзья, но если это пересчитать все на ту валюту, в которой вы получаете свои доходы, мы вещаем сейчас для тех, кто, не местные жители, не здесь, кто получают? Иностранцы, да. Да, иностранцы, у кого-то в тенге, у кого-то в рублях, в евро, в долларах, и все это меняя по текущему сумасшедшему курсу, вы все равно остаетесь в очень выгодном положении. Пример про рыбу. Пример, про рыбу. Вот к примеру, просто я вчера покупала рыбу, то же самое, что я покупаю всегда. Это дорада, это дорада, чупрапы турецкие. Когда-то она стоила 40-45 лир, теперь она стоит 65 лир. Если это пересчитать по текущему курсу, цена осталась примерно той же. На рубли это примерно 300 рублей. И так со всем остальным. Та же история с бензином, да, Максим? Когда-то он стоил 7 лир, теперь он стоит 10,5 лир. Если мы пересчитываем все по курсу других валют, то это получается примерно то же самое. Так что в отчаянии впадать не нужно. В принципе, здесь все так же комфортно живется, но не копеечно. Но, друзья, с одной стороны, да, но с другой стороны, цены на аренду все-таки растут, и они растут в евро. Если год назад, август, я помню, август, когда границы открылись, первые украинцы полетели, что 1 плюс 1 можно было снять, и мы снимали, сдавали за 1800 турецких лир, да, сколько это было? Год назад было 250, наверное, да, 250 евро. Сейчас уже, друзья, таких цен нет. Друзья, на следующее видео будет посвящено, что у нас выросло и насколько мы расскажем о том, как изменились страховые услуги, как изменились цены на автомобиле, мы расскажем, как изменились штрафы, это все выросло, как изменилась месячная оплата труда буквально на днях. Но это уже в следующем видео. Поэтому давай подведем какой-то резюмент. Так, ну вот, что я хотела бы сказать, что мы говорим достаточно быстро, многие из вас, может быть, не зафиксировали эти цифры, мы под видео... ...воспознавательно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Алания Жипискупюр, смотрите, пожалуйста, описание под каждым видео, потому что там есть ссылки на интересные видео, есть ссылки на какие-то сайты, которые тоже будут вам, как иммигранту, полезные, интересные. Ну а мы с вами прощаемся, у нас сзади камин, мы переехали на новое место жительства. На днях снимем, да. Пусть это будет интрига. Всех обняли, спасибо огромное, друзья, пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok